Всем привет, хорошо слышно? Отлично. Я Алексей Орленко, AQE в твиттере, гитхабе, где угодно. Можете подписываться и на больше странные вещи. Я работаю в одной такой маленькой лаборатории. Мы делаем тоже разные странные вещи. Иногда разные софты, иногда разные подсорсные софты. Это логотип. Это логотип, да, на самом деле. Без нас тоже делает аля в корпоративном стиле, несмотря на то, что я любил их презентации. Но это не важно. Собственно, как я сказал, мы пишем разные подсорсные вещи, в том числе, кроме некоторых коммерческих вещей, которые зарабатываем себе на бабушеке. Поэтому как раз об одном из таких вот подсорсных решений и пойдет сегодня речь. Тема доклада, как вы, наверное, видели, называется IPerformance, IPC and RPC for Microservices and Apps. Ну, или более конкретно, то о нашей библиотечке MetaRX и GSTP. Ну, это получается такой наш фреймворк для межпроцессного и межсерверного, и клиентской серверной задействия. Как все началось, с чего все началось, и почему вообще начали делать такие вещи? В общем, было у нас одно приложение, такое обычное мобильное приложение, backend на ноги, клиенты на Android и iOS. Ну, и потом решили, что клиент для браузера тоже нужен, по сути. Ну, и как заставить их общаться, учитывая один важный момент. Там нужна была интерактивность, постоянный такой вот очень директор, событиями очень частыми и так дальше. Ну, логично, решение использовать WebSocket, они везде есть, хорошо работают и вообще в игре на технологии. Но поскольку интенсивность самих сообщений, которая передавалась в их ивентах была очень высокая, то как-то хотелось снизить overhead до минимума и использовать как можно более низкого уровня протокола для аминодатами. И поэтому было бы очень большое искушение использовать ROTCP вместо WebSocket. Ну, это, соответственно, нормально работает на телефонах, потому что, понятно, доступе есть к сокетам нормальным, у всех телефонов сейчас стоят обычно и их системы, и все. Но для браузера все-таки нужно использовать все еще WebSocket. Да? Да? Помимо того, зачем использовать WebSocket для общения между разными серверами? Понятно, что там вы будете использовать, ну, скорее всего, используете какое-то решение, там какое-нибудь будет ZeroMQ или RabbitMQ или еще что-нибудь такое. Но, опять же, возникла идея, а почему мы не сделали какое-то такое вот вообще единое решение, по помощи которого можно будет сделать взаимодействие всего между всем. И чтобы один и тот же framework, один и тот же протокол и одни и те же библиотеки использовались для общения серверов с клиентами, так и для общения самих серверов между собой и разных сервисов между собой. И, соответственно, здесь тоже, вот, использовать можно более низкого уровня протокола. Ну, и если уже развивать эту идею дальше, внутри одного физического сервера у нас же еще находится много разных отдельных процессов самой ногой, да? Потому что сама тачка многоядерная, и мы, наверное, там разворачиваем столько процессов, сколько можем. И тоже нужно общаться между собой. И очень часто, очень часто, особенно вот в мире ноды, многие люди почему-то это реально делают через TCP, хотя как бы в рамках одной машины это вообще не имеет смысла. И зачем данные в рамках этой машины гоняешь через сетевую карту? Там есть такая великолепная вещь, как Unix domain сокеты или IPC сокеты, которые, по сути, являются вышепайпами, создавляющими довольно легковесный обмен данными с тем же самым интернетизмом, что и сетевые сокеты. Отличная вещь, если, не знаю, вдруг кто-то не знает, поскольку в связи с разными работниками очень-то реально как я измекил. Есть такая тема. Собственно, сама идея, которая была. Давайте тогда возьмем, заинкапсулируем где-то внутри какой-то библиотеки, который будет представлять какие-то абстракции, сам транспортный протокол, и построим поверх него какой-то более высокоурованный протокол, который позволит нам все делать красиво, удобно, чтобы там все счастливы были и так дальше. Больше того, если уже идти в эту степь, можно абстрагировать очень много других таких бодопроизвещений. Например, вот можно спрятать сами структуры данных. Например, обычно, когда люди посылают какие-то ивенты по сети, к примеру, или вообще данные, даже если это не какие-то ивенты реактивные, а даже просто какие-то обычные HP-запросы, которые изучают JSON, обычно посылают объект целиком, какая-то небольшая JSON структура, в которой у нас есть все поля, и так каждый раз. Мы запросили, допустим, тысячу пользователей, для всех тысячи пользователей, мы заново запросили все именно полей у каждого из них. Вот тоже возникла идея, почему бы не разнести отдельно класс и объект, несмотря на то, что это JavaScript противно-оритированный язык, такая разница. И почему бы не передать сам класс, то есть саму структуру, именно порядок полей один раз, а значение в виде массива передавать просто уже каждый раз, когда реально пристают какие-то запросы. Ну и, соответственно, это все будет на низком уровне, а на высоком, с точки зрения API, с которой мы работаем, это должно быть абсолютно скрыто и просто работать с объектами, как обычно. Ну, к слову, этого, кажется, еще не сделано. Мы пока тогда занимались тем, что скрывали транспорт и предоставляли абстракцию верхних. Ну, какие же абстракции? То есть методы, ресурсы, ивенты и так дальше, и так дальше, и так дальше. Что же есть вообще из похожих решений? Наверное, какие-то люди тоже думали о подобных вещах. Из действительно таких вот готовых вещей, которые можно было бы использовать, ну, как минимум, был фраза на ее, причем больше того, он даже скорее не аналог того, что я сейчас рассказываю, а она вот того, чем задумывалось наше решение изначально, просто потом уже по ходу дела, он пришел немного другой русский, потому что Horizon, будучи сделанными теми же самыми ребятами, что делает RethinkDB, соответственно, был задуман о том, чтобы полностью от вас скрыть то, что у вас не какие-то методы, а какие-то структуры данных находятся на другой машине, и сделать так, чтобы вы могли полностью прозрачно с ними работать, и они автоматически реактивно обновлялись для большого количества пользователей, аштабируемого, красиво, удобно. Ну и, соответственно, там также были некоторые другие вещи, которые, по сути, перекликаются всем, что мы делаем. То есть, по сути, оно отчасти включает из себя даже те вещи, которые рассказывали. Но, вот как я уже сказал, это было сделано ребятами, которые сделали RethinkDB, АКС решила проблема. Правильно? Ребята хотели сделать из этого дело стартап, но он провалился, к сожалению. И потом уже в декабре, по-моему, или когда, вроде в декабре прошлого года, вроде бы как были какие-то митинги активных компьютеров вообще в сообществе, и хотели полностью уже чисто силами опенсорства возродить этот проект, выпустить новые версии, и до сих пор ничего не слышно. Поэтому Rethink, конечно, был отличным отличным продуктом, очень хорошие вещи, но, к сожалению, по-моему, это уже прошлое. Точно так же, как, соответственно, Horizon.io. Он, соответственно, не развивается еще больше. То есть, если Rethink еще кое-что-то коммитит, Horizon уже полностью. И гораздо более интересные вещи, это Deepstream.io. Вот Deepstream.io, он действительно, по сути, построен на тех же самых идеях, в плане как раз того, что обстранирует транспорт, чтобы оно было максимально производительным, максимально быстрым и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И при этом он активно развивается, он хорош, ну так. Последний раз, когда я смотрел, он не сильно активно развивается, в плане того, чтобы там что-то коммитили и прочее, но он работает, он готов к продакшну, его реально люди используют, и он действительно очень быстрый. Ну, во-первых, это, по сути, единственное похожее решение, которое я нашел. Во-вторых, сейчас, как я уже сказал, саму подсорженную часть, ребята не особо активно пилин, потому что они сейчас фиксировались на создании именно продуктов, на основе этого, которые они продают. Они сейчас строят какой-то свой баз на основе всего этого для пилинных приложений и полностью заняты этим. Поэтому, к сожалению, подсорженная их вещь, то есть сам протокол не то чтобы очень активно развивается. Значит, что? Значит, нужна конкуренция. А если считаешь, что нужна конкуренция, если позволяет тебе делать что-то свое, то почему не запилить? Собственно, так все и началось, и мы начали пилить что-то свое. Собственно, давайте посмотрим, какие основные фичи того, что мы там напилили. Во-первых, во-первых, это то, что в самом протоколе должен быть заложен двухсторонний полностью, полно-дуплексный объект там. То есть не нужно ждать пока какой-то запрос совершится, завершится для того, чтобы инициировать новый запрос. На самом деле именно для RPC это реально критично, потому что там, скорее всего, будут асинхронные методы, потому что они работают с базой и прочим. Поэтому как-то глупо ждать обязательно всегда, что завершится первый метод, чтобы вызвать второй. В этом, кстати, довольно большая проблема, когда для RPC используется HTTP в качестве транспорта, которого частично решает HTTP 2, потому что есть server push, но это не совсем то все-таки. Поэтому как-то нужно это... Хотелось это решить более кардинально. То есть вот, допустим, такой пример кода. Вот представьте, что вот эти вот вызовы, это на самом деле именно сетевые вызовы, и мы вызываем сетевую API. Так оно на самом деле есть, поэтому поговорим позже. То есть мы вызываем один удаленный метод, да? И второй сразу же после того, что это вообще не первое. И если первый из них будет действительно работать гораздо дольше, то мы должны иметь возможность и отправить второй запрос, и получить ответ на второй запрос до того, как уже будет вообще существовать ответ на первый запрос. А уже после того, как он уже существует, когда он вычислится, или получится откуда, и еще что-то, то тогда уже получить ответ на первый запрос. Ну и еще одна идея — это сделать взаимодействие с другими машинами, то есть сервером, например, максимально прозрачным, максимально невидимым, чтобы не было разницы между какими-то локальными функциями и удаленными RPC-метками. Возможно, кто-то вспомнит, или потому что у него большой опыт работы в IT, или потому что он интересовался вообще историей того, как, что, когда делалось. Возможно, кто-то вспомнит, как когда-то люди в Luton Enterprise, на всех этих там SOAP, ORB, делали прокси-объекты, которые тоже, по сути, делали то же самое. И от этого довольно быстро отказались, потому что какие были проблемы? Были проблемы в том, что не получалось это сделать максимально идентично каким-то локальным объектом, локальным функциям, потому что это вообще не наложилось на ту парадигму, которую написал со SOAP. Там все хорошо, там все было полностью синхронные блокирующие вызовы на весь IEU, обработка исключений через exception, и что-то сломалось. Просто exception ловим и все. Но с сетью это же не работало, потому что, во-первых, там все получалось синхронно. Потому что если делать это блокирующим, ну, как бы, отзывшись такое приложение, вы можете себе представить. Ну и, во-вторых, как бы, Aaron Hammond, в общем, не ложился на существующую его модель, полностью существующую на exception. Но почему мы можем вспомнить о таких идеях сейчас, в 2017-м? Потому что мы пишем на ноги. И потому что вот те вот вещи, которые тогда считались проблемами, мы их считаем проблемами. Потому что мы с ними сталкиваемся каждый день, когда даже по одной насчитаем файл. Ведь у нас, как бы, в JavaScript, по сути, все функции, которые работают с каким-то IEU асинхронными. И точно так же тем же самыми проблемами, тем же самыми проблемами насчет того, что может быть сложная обработка ошибок, то, что нужно уметь управлять синхронным вообще control flow и так дальше, и так дальше, и так дальше. Мы с ними столкнулись даже в том случае, если вот этот юзер – это какой-то локальный объект, а вот этот метр просто является синхронным, что он работает с базой данных. Кто-то может сказать, ну, все-таки сеть отличается. Ведь, например, сеть может обвалиться. И мы должны получать какую-то ошибку, думать, что нужно сделать. Передавать эту ошибку дальше и завершить операцию? Или пробовать заново, пробовать заново. Может, пробовать заново какого-то таймаута. Или пробовать заново несколько определенное количество раз, а потом уже кидать ошибку дальше. Опять же, то же самое можно сказать о каких-то локальных функциях. По данным примером, баса данных. Любое приложение работает с басой данных. И там могут сникнуть абсолютно те же самые проблемы. Потому что, во-первых, это другой процесс, с которым мы общаемся. И точно так же, как у вас может пропасть сеть, И точно так же ходит гораздо меньшей вероятностью. У вас может упасть сервер баса данных в той же машине. Или кто-то может его сделать kill-9 или еще что-нибудь. Поэтому, на самом-то деле, по крайней мере, в многих JavaScript эти проблемы можно не считать проблемами. Потому что, если вы считаете их проблемами, то в таком случае это проблема является самым по себе. Поэтому не стоит бояться того, чтобы работать с какими-то удаленными функциями точно таким же существом какие-то локальные функции в той же адресной пространстве, что у вас в процессе. Это нормально. И еще третья такая прикольная фича, которая у нас есть, это отладочный REPL и CL-лайтлзал. Ну, я думаю, все мы, кто вот пишет какие-то сервера и, соответственно, использует HTTP, не могут писать свою жизнь без CURL, да? Ну или, в крайнем случае, без постов, если кто любит графические интерфейсы. Значит, соответственно, нужно что-то такое иметь и для других протоколов и других решений, которые они используют HTTP, да? Ну и мы сделали такой вот классный дулзуб, по помощи которого мы можем подконнектиться к любому серверу, который использует наш протокол и храмворк JSTP, вызывать какие-то методы, подписываться на события, посылать события и т.д. и т.д. и т.д. и даже став такому лишнюю. Ну, какие же транспорты мы поддерживаем, что и для чего мы можем использовать? Ну, во-первых, понятное дело, TCP. Самая святая 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 святая, ну и, конечно же, TCP с таласом, само собой разумеется. То есть, чтобы вы, конечно, можете тоже использовать. Потом, в тех случаях, когда вы не можете использовать сырой TCP, потому что, например, вам нужно работать с веб-браузером, к примеру, или там у вас какие-то очень странные фэрболы, которые как-то рубят все протоколы, которые непонятны. В таком случае вы можете использовать WebSocket. Тоже отлично. Ну и, конечно же, если вы используете все те же самые вещи для общения между разными процессами в одной машине, что здесь тоже довольно удобно получается. Просто используем IPC-сокеты. Обычно вот IPC-сокеты в ноде, которые являются, уник-сокетами в уник-системах и named-pipes в Windows. И тоже все отлично работает. Вот. И, к слову, с этим IPC-транспортом, GSTP, связана одна очень забавная история. Мы, короче, сделали его, тестируем петчмарки, потому что там было определено, конечно, процессов, которые, соответственно, используем GSTP между ними и используем GSTP-транспорт. Потому что тогда у нас еще IPC-транспорта нет. Вот мы писали IPC-транспорт, думаем, вот тогда сейчас коммунит, наступит вообще все быстро. Запускаем петчмарки, смотрим, смотрим, не понимаем. Дальше очень долго профилируем наш код. Не понимаем. Скорость просела из того, чтобы вырасти там раз в четыре, хотя бы два. Она просела раз в полтора. Мы просто пропалировали их на наш код. Вообще ничего не нашли. После этого поняли, что нужно идти хардкором. Взяли D-trace. Потом нам стало очень речь над логикой D-trace. Мы вспомнили, что на Linux есть отличная туза. S-trace, которая выдает вообще в Realtime полностью все системные вызовы, которые происходят. И получается вот такой вот консоль и дэшборд из тех системных вызовов, которые делают любой процесс. Просто попередничь. Запустили S-trace, посмотрели, и, видимо, очень интересная вещь. Вообще, кто вообще… Тут быканчик, потому что сейчас немножко такого мяса связанного с темно-парамерами буду навешивать. Окей. То есть бы что? Я понимаю, здесь фронтагра с бочкой. Кто вообще знает, что такое системный вызов? Ну, окей. Противоползал. Ок. Тогда для тех, кто не знает, ни с горных вещей. Любое приложение, которое вы искаете в вашей операционной системе, понятное дело, что оно как-то должно общаться с внешним миром, да? Каким образом оно это делает? Оно это делает, общаясь не напрямую с вашим устройством, не напрямую с сетевой картой, не напрямую с вашим жестким диском и так дальше. Оно не имеет для этого прав, потому что это небезопасно и не имеет смысла даже. Это делается через ядру операционную систему. То есть каждый раз, когда ваше предложение нужно сделать какие-то вот такие вот вещи, которые... Что угодно, кроме работы с данными в оперативной памяти, причем именно в адресе пространства именно этого процесса, все что угодно кроме этого, для этого процесса нужно обращаться к ядру. И вот это вот обращение к ядру — это как называется системный вызов. Почему нужно как можно больше уменьшать их количеством? Потому что системные вызовы, на самом деле, хоть и необходимые, но довольно дорогие операции. Почему? Потому что происходит так называемое переключение контекста. Вот... Как это... Хорошее объяснить. В общем, в процессоре есть такая система защиты. Там есть... Там есть у разных... Ухода, который выполняется в тот или иной момент времени, есть разные права. В большинстве процессора вообще... Во всех современных текстурах их хотя бы два есть. Режим супервизора и режим пользователя. В винтовских процессорах их H4, ну, то есть вообще X56, называются Ring0, Ring1, Ring2 и Ring3. Вот это вот другое кольцо — это по сути режим нейтрали и режим супервизора, а третье кольцо — это режимы пользователя. Те, что по закипке обычно не кем используются. Я не знаю, я выберу операционную систему, которые используют. Вот. Для того, чтобы перейти, собственно, вот этот вот привилегированный режим, в котором уже мы попадаем в код ядра, и ядро уже выполняет операции с реальным миром, с реальным устройством. Нужно перезагрузить там разные сегменты регистров в процессоре, получить вот эти новые права и так дальше, так дальше, так дальше. Перезагружается полностью, ну, вы переключаетесь в другое адресное пространство, потому что там используется виртуальная память, и вы из адресного пространства в вашу процессорку даете вот этот пространство или в саму ядра, и так дальше. Там происходит очень много разных вещей, из-за которых это на самом деле довольно дорогая операция. Так вот, собственно, какая была проблема, с которой мы столкнулись? Проблема была в том, что есть два разных системных вызова для того, чтобы записывать какие-то данные в любой поток, то есть в любой файл или еще что угодно, или в сокет, неважно. С точки зрения операционной системы, на сокете тоже партнется. Суть была в том, что вот есть два разных системных вызова. Есть write и есть writeV. Разница между ними стоит в том, что системный вызов write, он принимает только один буфер какой-то, один буфер с данными, просто указатель на какой-то массив данных и вот либо. А writeV принимает, по сути, массив таких вот буферов, массив угодных. То есть он нужен для того, чтобы вы могли за один системный вызов, не тратя время на личное привлечение контекста, сразу записать несколько разных чанков данных, не тратя даже время на то, чтобы сконтренировать их в один. То есть тоже зачем, если не память, это тоже может быть только. То есть вы берете там кучу разных чанков и кладете их за один системный вызов, вы получаете. И в Node, соответственно, тоже есть память к этим системным вызовам. Кто-нибудь в Node.js реализовывал свои writable стримы? Вот, отлично. Вы наверняка видели, что там из таких вот приватных метод есть метод, причеркивая writeV. И который там, естественно, нужно реализовывать для тех стримов, которые являются оберткой вокруг каких-то низковых стримов, которые эту операцию поддерживают. Для тех же, которые ее не поддерживают, там просто у writable стримов в Node есть дефолтная реализация, которая, по сути, просто в цикле и вызывают write. Так вот, как вы могли уже понять, почему-то для IPC-сокетов в Node не было реализовано writeV. Там был только write. А у нас была как раз такая ситуация, когда мы подряд писали два чана. Там, получается, был буфер, который пользователь предоставляет, и был разделитель отдельных сетевых пакетов. Естественно, это делалось, по-моему, еще writeV. Там у writable стримов в Node есть методы cork и n-cork. Там вызываете cork, потом пишете туда сколько угодно, хоть сотню writeV делаете, на самом деле это будет один большой writeV. Без лишних переключений контекста, без лишних системных вызовов. Вот, у нас была такая ситуация. Так вот, оказалось, что мы это… Я это сидел, дебашил довольно долго. Оказалось, что нужно всего лишь добавить одну, грубо говоря, строчку в кодинных бюстах внутри но. И все. Оказалось, что это не было там добавлено по той причине, что именно writeV для naped pipe не работал корректно на винде. Причем каким-то очень странным образом. То есть я там экспериментировал, пробовал спускать, там было просто окрашилось и все. И поэтому там просто это дело мы туда не подключили. Ну, я просто взял, добавил диктиву приконсессора. Так что, если витлайт не добавляется, если Unix, то добавляется и все хорошо. И случайно, вот, бетчмарк Node Regis… А, числа, наверное, вам еще не было. В общем, вот тут бетчмарк Node Regis, они тоже репортили там еще года два назад такую багу, только никто не разбалился, что ими происходит. И поэтому, как бы, бага просто висела тупо открытой, и если про нее забыли. Ну, я ее нашел, впустил в бетчмарке. Тут, если вы подойдете, то можете увидеть, что в целом тут стало процентов на 15 и быстрее. Это вот именно бетчмарк, ввязывающий юзер Майнсокет. Для общения между процессом Node и процессом Radis. А вот еще такие синтетические ситуации, которые я не знаю, могут ли возникнуть в реальной жизни, но, тем не менее, вот, например, сет кучи подряд буферов по 4 байта. Количество операций в секунду возрастло на 951%. Ну, мы случайно. Окей, возвращаемся к нашему фрейворку. Какие же там есть абстракции, которые, собственно, мы предоставляем? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что они там есть более низкого уровня, которое не предполагается, что вы будете использовать, если только не будете делать что-то advanced. А потом уже поговорим об искорении, которое вот именно для конечного пользования. Ну, основой искорения абстракции является как бы connection. Connection — это такая себе а-ля настроечка вокруг вашего сокета или еще чего угодно, то есть чего угодно, причем можно слать данные, которые добавляют разные, ну, которые есть просто разные методы типа call method, limit, remote event, handshake и так дальше. Конечно, дальше — это соответствующие 7 типов сообщений, которые есть в протоколе, которые, по сути, просто по темам данных, которые вы даете, создают соответствующие сообщения протокола и пишут его в лежащем три соки. По сути, возможно, его иногда и нужно, ну, конечно, не придется использовать напрягую, но в идеале не нужно. Потом еще пока что нету, но будет такая вещь, как сессии, которая позволит абсолютно прозрачно работать с обрывающимися соединениями, то есть если у вас соединение оборвалось и оно подменяется новым, чтобы вам это тоже было незаметно. На самом деле не факт, что это будет вообще какая-то отдельная сущность. Вполне может быть, что это будет логика внутри connection. Почему? Потому что скорее, ну, мы можем в connection подменять и на сам соки, а не подменять весь connection целиком. Поэтому, возможно, это не будет какой-то отдельная сущность. Ну и, соответственно, еще есть такие абстракции, как интерфейсы и методы или сервисы методов. На самом деле вот такие интерфейсы и сервисы — это обычные жертвы какие-то объекты, ну, а методы, соответственно, функции, которые есть внутри. Это именно вот та вещь, которой как бы framework прокладывает туннель через сеть, кого угодно и куда угодно. Ну и события. Что из события? Это просто какое-то, по сути, имя события и данные, которые пришли в события. Вот такая вот парочка из строки объекта. Где их использовать? Пока что можно просто их иметь на connection. То есть они работают сейчас как, по сути, методы без коллбека. А потом допилим нормальный, полноценный pubsup, чтобы можно было подписываться на какие-то каналы и, соответственно, паблишить какие-то события в эти каналы или всем, кто на них подписан. Это уже романом полезная вещь. Ну и более высокорудневые абстракции. Самая главная высокорудневая абстракция – это приложение. Приложение – это вот какая-то вещь, у которой есть имя, у которой есть разные методы, которые класс приложения, независимо от того, используете какой-то стандартный встроенный фреймборд или наследуетесь от любой мишки свой. Это будет разное. Это позволит фреймборку получить доступ к своим сервисам, которые есть в приложении и методах, которые есть в этих сервисах. В том случае, если вам подходит такая простая структура, как набор из объектов, для которых есть функции, а вы хотите что-то более 20 и, соответственно, для отложения какой-то кастомный удобный. Ну и, соответственно, один GSTP-сервер может обслуживать любое количество приложений. И между ними будут скеплиться пакеты и все дела. Ну и при хедшейке в нашем протоколе тоже указывается, к какому приложению мы подключаемся. Ну, мы, а, клиенты. Потому что на одном сервере, как я уже сказал, может быть моно-приложение. Да, ну, приложение стоит из сервисов, а сервисы эти стоят из методов в первую очередь. Вообще говоря, сейчас из… О, у меня вершина поехала в сентаз на этом экране. Ну ладно. Из ивентов и методов. Почему из ивентов? Ну, потому что у нас пока что нет только абстрасов, просто какие-то любые произвольные объекты, которые лежат в этих сервисах, поэтому любые ивенты привязаны к сервису целиком. Ну, пока что нам этого вполне хватало. Вот. Ну, и самая… Такая движительная на торте, самый широчий, который есть. Это remote praxis. Когда вы подключаетесь куда-то, вы можете… или сразу вызвать метод connect and inspect, или один уже получит connection и вызвать метод inspect и получить такую вещь, как интроспекцию какого-то сервиса или какого-то интерфейса. После этого у вас строится такой себе proxy-мет, в котором есть все методы, которые там… ну, которые есть на другой машине. Вы просто вызываете их, как обычный локальный метод. И от вас скрыто то, что это сетевое слово есть на самом деле. Просто вызывайте обычный метод поутабель. Ну, и… Также… вот эти вот remote praxis являются распределенными event emitter. То есть у них тоже… Они создаются от event emitter, у них есть методы on и emit. Вы делаете emit, и он срабатывает и на машине, которая сделала emit, и на другой машине, где-то другому серверу. Вот. То есть обычный event emitter только размазанный по разной машине. Вот. Ну, и еще то, чего еще нет, и то, что у нас на самом деле в отличие от тех вещей, которые мы говорили, что будут скоро, то, что это находится в далеком roadmap, это какие-то реактивные структуры данных, которые смогут просто в фоне прозрачной для вас обновляться реактивным образом. Ну, давайте посмотрим на такой простой пример кода. Напишем сервер. А, в семье, кстати. А вот мы просто зареквалили пакет, модуль. Создаем багейшн. Просто просто, в данном случае нам не нужно никакой сложной кастом-логин для того, как именно будет ваше приложение в зависимости от фреймворка, поэтому у нас вполне устраивает стандартный класс приложения. Мы просто вызываем его конструктором, передавая ему имя приложение. И вот такой вот объект, в котором ключами являются имена сервисов, а значениями являются, опять же, объекты, в которых лежат уже сами методы. В данном случае в нашем приложении будет сервис, который называется SomeService, в котором есть только один метод SavePy. И мы видим, что вот это стандартное приложение, которое идет из коробки, оно во все методы, которые находятся в ваших сервисах, кладет сначала connection, который вызвал этот метод, затем распаковывает все аргументы, которые пришли в этом сетевом сообщении вызова метода. Кладет их просто один за другим прямо в сигнатуре вашего метода. Ну и после чего кладет callback, который мы будем просто вызывать обычный callback, и дальше происходит сетевая магия. Но при этом не обязательно использовать именно такую сигнатуру, например, если вы считаете, что ему не нужен никакой connection, вы можете написать свой кастомный класс application, который, наверное, будет отсутствовать от этого, и просто переопределить многих от того, как именно распаковывается просто массив аргументов, которые приходят в пакете в собственно то, как у вас вызывается реальная функция. Таким образом мы создали приложение, теперь создаем сервер. Сладдаем сервер, который будет работать по TCP. Здесь у нас ап лежит в массивчике, в котором скобки включил бы, потому что я уже говорил, может на одном сервере быть какое угодно количество приложений. Я вот только что на это посмотрел, подумал, наверное, имеет смысл проверить, что если это не array.isarray, то просто позволить не писать скобочки для одного приложения. да? Да, пока что теперь здесь столько массивов. После чего мы создали сервер слушать на трехтысячном порту. Вот. И все, сервер готов. Ну и клиент точно так же эквивалент пакет. Дальше вот такая вот очень страшная вещь, я не люблю эту функцию, хочу разбить на какие-то более красивые и при этом более ускоренные вещи, потому что вот эта функция connect and inspect на самом деле фасад, который стоит вообще над тремя другими вообще сущностями. Вот я даже эти аргументы разбил по строчкам отдельно, потому что вот эти два приложения и вот это вот там null это такая специальная вещь, которая называется client. Если вам ничего не нужно устраивать дефолты, там просто null. Если же вы что-то хотите переопределить, вы можете передать объект, у которого может быть во-первых, клиентское приложение, то есть по умолчанию клиентское приложение пустое, но вы можете здесь сделать объект, в котором написать publication и какой-то отдельный GSTP и тогда у вас на клиенте тоже будет приложение. Тогда у вас не только вы сможете вызывать меты на сервер, но и сервис может вызвать меты у вас. Если у вас есть такой вискейс, так и интернетарно делается. Еще туда можно передать такую вещь, как connect policy. Connect policy это такая штука, которая говорит фреймворку, что нужно сделать сразу после того, как установилось собственно сетевое соединение. По умолчанию стандартный connect policy просто аутентифицируется с анонимной сессией без credential. А, да, у нас еще одно вроде протокола есть. Его же стандартный если вы просто его аутентифицируете пароль, можно использовать для того, чтобы использовать стандартный стандартный протокол с паролем или же если вам уже что-то более сложное опять же просто пишите любую функцию, которая принимает connection или пишите класс и социруете его и передаете bound.mef неважно. И фреймворк сделает все, что вам нужно сразу после изменения. Вот. Это на самом деле те аргументы, которые принимает просто функция connect, которая есть. Вот это на самом деле основное, что там есть. А, ну и еще вот эти следующие. Дальше. А вот последний аргумент это callback всегда. А вот это зависит от того транспорта, который вы используете. То есть, все, что после VT, просто в неизменном виде передается в более низкую уровню функцию connect. В данном случае мы используем TCP транспорт, поэтому вот это просто, как есть, передается функцией net.connect в node core. Ну и поскольку это функция не connect, а connect.inspect, нет, то сюда еще передается список имен сервисов, для которых мы хотим получить проспекцию. Для них, соответственно, получит то, что у них есть. То есть, пока что просто имена методов, которые там есть, а в будущем так же можно будет указывать типы данных, которые будут чекаться перед реальной отправкой букета. если передадите что-то, что не проходит проверку на типы, вам просто фрейморк сразу скажет а я и ничего не буду посылать. и даже так сделать. Именно поэтому нам нужен один inspect, который посылается в процессе и получает данные сервера, и мы не можем обойтись обычным E6 прокси. По сути, это не стабличное, потому что мы хотим сделать такой себе type-check. По сути, все. А, да, если мы используем connect and inspect, то он нам в callback вернет объект, в котором будут remote прокси для всех интерфейсов, которые мы указали. Дальше мы передаем cost-port, это обычный аргумент connect в ноде, ну и callback. Наш callback принимает ошибку connection и объект с его прокси. И помните, у нас совсем в другой машине, в другом конце мира где-то был объект сам service, внутри которого есть метод save height, который принимает connection name callback. Тем временем вообще не имея этого кода мы на другой машине другого конце мира просто пишем app.sumservice.signite и передаем туда аргументы callback. И все. Вот. Димин пакетов поэмин, как вы уже увидели, наверное, из примеров metafety JSTP. Почему metafety JSTP не просто JSTP, потому что а? 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 Потому что само имя оказалось ну, имя было придумано Тимуром, оно мне очень нравилось, и я Тиму не хотел. Само имя было занято другими чуваками, которые берли что-то отчасти похожее четыре года назад. я им не писал, типа, ребята будут наши проекты и название точно такого же. Они говорят, а, типа, забирайте название нам нужно. Ну, она будет еще пытаться припозариться, может получиться рожать на твои пакеты. Будет просто поместить LJSTP. Вот. Ну и проект на GitHub в комнатах и LJSTP. На данный момент в нем работает пять человек. Все обязательно проходят код и вилл. Все решения, которые принимаются, никто не принимает их лично. Если кто-то возражает, то и все. Вот. Все подготовлено к тому, что это был серьезный open-source, потому что на канале есть. Все по-серьезному. Вот. У нас сейчас довольно неплохой test coverage около 80%, мы хотим 100%. Вот. И что плохо это доков нету. Там, если кто-то будет смотреть, там есть папка док и открывать ее. Там, короче, очень древняя гич, то, что было очень давно неправдой, не имеет никакого отношения к тому, что сейчас. Вот. что скоро будет. Мы уже начали с ним работать. Они будут красивенькие сделаны по помощи гитбука. Пока что все, что мы сделали с доками, мы решили, что они будут по помощи гитбука. Я поставил гитбук и понял, что мне нужен всякий свой CLI. Поэтому тоже такая вот минутка рекламы сторонних маленьких проектов. если кто-то еще там ввязал гитбук и вас раздражает то, что его разработчики по ходу не знают или не знают почему не используют NPM-ские Pure Dependencies и менеджат разные версии гитбука за счет того, что просто вместо NPM сами снаряд вам гитбук куда-то в домашнюю территорию. Если вас когда-то тоже раздражало, вы можете посмотреть на мой альтернативный CLI для гитбука, который я пил несколько дней назад буквально. в NPM это называется китбук минус комменты. Вот. Ну и к чему собственно был всякий разговор о том, как у нас там процесс идет и все такое. Очень открыто если это заинтересовало, если кто-то хочет попробовать свои силы или написание именно этого проекта, потому что это заинтересовало, или просто вообще в то, что вы хотите видеть в open-source, но какие-то причины вы будете делать в очень большие проекты и так далее, и так далее. Не знаю, могут быть разные причины. Пожалуйста, прийти к нам, в практику инвестер, вас будут за это очень сильно любить. Вот. Все, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ